Музыка Ма, засняла? Пойдем уже! Пойдем, пожалуйста! Привет всем! Меня зовут Наташа и вы на канале «Замуж в Индию». Друзья, я сегодня буду говорить особенно громко, для того, чтобы постараться перекричать шум дождя. Я сижу, жду, жду, когда же он закончится, но, видимо, это произойдет месяца через три. Ну и начну я свое видео с очень приятной новостью. Мы получили посылку от нашей зрительницы. Что там было внутри, сейчас я вам, собственно, расскажу и даже покажу. Артур, иди сюда! Первый экземпляр. Смотрите, вот этот вот замечательный костюм. А ну, Артур! Ну вот. Очень красивый костюм, шортики. Артур, ну боже мой! Он решил еще заодно показать свои спортивные достижения. Это первый номер. Это второй номер. Вот этот номер. Ну, этот мне, конечно же, по размерчику, но вы сами видите. А этот? Еще один костюм, два костюма. Ну да, это еще один костюм. Посмотрите, какой классный. Да, мне тоже хочется его надеть, только не получится, потому что он на меня велик. Еще великоват, на вырос. Посмотрите, какой тепленький, мягенький. И я хочу в нем поехать к бабушке. Я и так мечтаю. Но у бабушки есть еще большие сандали для меня, когда я вырос. И это кофта для меня. Да, мы очень надеемся, что как раз, дай бог, поскорее у нас появится такая возможность прилететь к бабушке. И хотим мы это сделать именно в этом костюме, в аэропорту быть. Так, и следующий очень оригинальный подарок. Посмотрите, что это. Электрическая плита с переключателем, покрытие эмаль. Но я не буду очень подробно вам рассказывать все характеристики, потому что это не реклама. Самое главное для меня, что эта плитка компактная и очень-очень легкая, что позволит нам брать ее с собой в наши путешествия бюджетные. Можно спокойно готовить себе там и завтрак, обед и ужин в путешествиях, но и здесь тоже, друзья. Я думаю, что вы в курсе, что у нас на кухне часто бывает аврал, очень много людей. Иногда заказов много и все амфортки заняты. И в такие моменты я начинаю сильно нервничать, переживать. Я не могу вовремя приготовить есть своему ребенку. А это будет для нас палочка-выручалочка. Я, кстати, ей уже воспользовалась с утра. И вот я уже тосты на ней жарила. И вечером, когда уже после душа, уже не хочется одеваться, потому что кухня общественная, хочется уже расслабиться дома. Я готовила на этой плите какао, которое, кстати, нам тоже прислала наша подписчица. В общем, супер, очень нужная вещь. Спасибо огромное. Так, дальше поехали. Что дальше покажем? Денечки. Нет, дальше я покажу свой подарок. Личный для меня. А сейчас, внимание, посмотрите, какая красота. Какой стильный рюкзачок. Кожаный. Смотрите, какая застежка. Как оригинально сделана. Вместительный. Куча карманов. И здесь кармашек. Мне так нравится, что светлая фурнитура. Я просто в восторге. Сейчас я покажу вам его на себе. Но, правда, сейчас я его спрячу поглубже, запакую, потому что в сезон дождей кожаные изделия носить у нас категорически нельзя. Они покроются сразу плесенью. Носить буду уже в октябре. С октября месяца начну носить. Так, ладно, отвлеклась я на дожди. Смотрите, какая красота. Мне очень сильно понравилось. Ну, согласитесь, вообще. Вот. И что еще? Подарок для Парама. Даже Парама не забыла. Наша зрительница. Вот такая вот бейсболка. Но, правда, эта бейсболка больше пошла мне. Вот. Вы видите, немножечко не Парама фасон, потому что он носит классику. А здесь вот такой вот, видите, форма такая немного не его. Но мне очень идет эта бейсболка. Ну, под другой стиль. Когда будет солнечная погода, я ее, конечно же, тоже буду с удовольствием носить. А Парам будет радоваться, глядя на меня. Так. И еще кое-что по косметике. Я, можно сказать, заказала себе карандаш серый для бровей. Потому что у нас здесь в Индии индианки, видимо, пользуются только черными. Вот. И представьте себе, кроме вот такого вот классного карандаша для бровей с кисточкой, все как положено, мне еще перепал еще вот такой вот карандаш тоже серый для глаз. То есть можно стрелки делать. И вот такой вот, смотрите, классный наборчик теней. Вот. Так что буду вещать красивое, яркое, накрашенное. Когда будет повод, обязательно накрашу, сделаю яркий макияж. И вы всю эту красоту увидите. Ну и еще много чего по продуктам. Вафли, зефир, кисель, различные напитки, какао, семечки, причем разные, подсолнечные, тыквенные, сухарики. В общем, все это я сейчас вам показывать не буду. Чуть позже мы поразвлекаем Носима, устроим дегустацию, посмотрим его реакцию на вот такие вот продукты, которые он никогда в жизни еще не пробовал. Вот. А сейчас мы с Артуром пойдем пить чай с малиновым вареньем, которое тоже нам пришло в посылке. Нам надо срочно отогреться, потому что мы сегодня ходили в школу вместе с парамом. Вы позже увидите, почему вместе с парамом. И попали под такой дождь, что я полностью промокла. Поэтому нам сейчас срочно необходим теплый чай с малиновым вареньем. А вы посмотрите, пожалуйста, интересный сюжет. Сегодня пришли в школу вместе с парамом смотреть результаты. Результаты труда нашего ребенка. Пришли немножко раньше. Уроки сократили. И вот все подходим к учительнице, забираем работы, смотрим. Некоторые родители даже подходят к классной руководительнице для того, чтобы разобраться. Они считают, что несправедливо оценили работу их ребенка. Но мы, так знаете, посмотрели с парамом. В принципе, неплохо. По-моему, все заслуженные баллы. То есть у Артура, ну, как бы вам сказать, хорошист, можно сказать. Вот, кстати, вот эта вот бабушка. Попытаюсь снять. Вот эта вот бабушка девочки, которая у нас самая первая в классе. Труша, отличница. Это ее бабушка. Я вам чуть позже про нее расскажу. Поэтому я ее постаралась сейчас заснять. Просто очень интересная история. Парам у всех спрашивает, говорит, как результаты, как результаты Вайбао. Говорит, неплохо, нормально, говорит. Но вот это вот все, кстати, мамы. И, видите, они, видно, что не очень молодые. То есть я себя считала, немножко комплексовала, думала, что я старородящая мать. А вот, как видите, здесь на фоне этих женщин я, в принципе, не выгляжу старой. Хотя я родила в 30 лет. Вот. И у многих из них это первенцы. Так что, в общем, ребята, наш сын сделал много ошибок по хинди и марате, чего и следовало ожидать. А так, в принципе, неплохо. Вот, ребята, вот эта вот девочка. Ее зовут Труша. Она у нас отличница. Только что мы разговаривали с ее бабушкой. Бабушка ее очень сильно гордится и сказала, что целыми днями... Она говорит, а целый день только и делает, что учится. Только и делает, что учится. И, видите, и сейчас тоже. У нее интересы все связаны с учебой. Я сейчас обратила внимание, что в основном все родители либо возмущаются, что незаслуженные результаты, либо, наоборот, хвастаются, что вот мой ребенок, как отлично все написал. А по раму нет. А по раму как-то скромно стоит в сторонке и даже, о, не, не, говорит, Артур не очень говорит. Не то, чтобы со мной делится этим, обсуждает эти моменты, а именно даже с вот этими родительницами тоже. Не, не, говорит, мой сын не очень. Все, наоборот, хвастаются. А ты чего? О, мой Бог, это что? Ступидное дело. Почему ты едешь, бренд-театчер? То есть по раму считают, что не надо так столько времени, особенно в таком возрасте, еще семей или нет ребенка, посвящать столько времени учебе. Он считает, что надо, чтобы дети играли, ну и чем-то еще увлекались, кроме получения этих знаний. Вот, но еще он мне сказал, что я, говорит, не хочу, чтобы мне завидовали. Я думаю, парам, don't worry, anyone not jealous to you. Я говорю, никто нам не завидует. Так, ребята, пока я вам есть возможность покажу. Вот эта вот девочка, смотрите, милая, симпатичная. Она нравится Артуру. Вот это вот, можно сказать, первая любовь. Вот здесь стоит посреди леса небольшой киоск для школьников и их родителей. Но мы сюда зашли, потому что опять пошел ливень. Я сегодня специально пришла вместе с парамом. Думала, он меня пофотографирует, как-то красиво поснимает. Но нет, ливень такой, что невозможно достать телефон и камеру. Вот я сейчас под крышей стою и снимаю для вас. Очень жаль. Ребята, вот вы, я даже не знаю, что вообще можно здесь, как спасаться от этих ливней. Вот я сейчас в сапогах, у меня мокрые ноги. То есть попадает даже, вот попадает в сапоги. В плаще тоже, вот я чувствую, что у меня платье мокрое. С донтом еще, то есть, ну, вроде бы как, ну, по максимуму. И все равно я мокрая. Да, еще, ребята, надо сказать, что у нас здесь в Матеране достаточно прохладно. Если внизу эти ливни ощущаются, как теплый дождь, то у нас здесь совсем не так. И когда ты намокаешь насквозь, то, естественно, ощущения совсем неприятные. Ну, и, соответственно, поэтому все здесь болеют. Лучше не выходить из дома лишний раз. Так, а сейчас, друзья, как я и обещала, расскажу вам эту интересную историю про Трушину бабушку. Видите, взяла микрофон, потому что так сильно шумит дождь за окнами. Я все-таки не хочу кричать. Я знаю, что вы не любите, когда я громко разговариваю. Так вот, эта женщина достаточно обеспеченная, уважаемая индуистская семья в нашем поселке Матеране. У нее трое взрослых детей, одна дочь и двое сыновей. И все эти дети закончили вот эту вот школу английскую, в которую Артур сейчас ходит. Ну, и, соответственно, сейчас ее внуки тоже ходят в эту школу. И она вот так же, как эту Трушу и других внуков, отводила и забирала. И сейчас отводит, забирает, воспитывает, лелеет и холит своих внуков. Но не всех. Со своей дочерью, ну и, соответственно, с ее детьми, со своими внуками, она уже на протяжении долгих лет вообще не общается, не контактирует ни с ней, ни со всей ее семьей. Вот. Ну и что же такое произошло, спросите вы. Так вот, ее дочь без согласия родителей вышла замуж по любви. Но это еще не самое страшное. Самое страшное, что она вышла за человека другой религии. Ну и, соответственно, после замужества она приняла ислам. И, в общем, родители ей не смогли это простить. И самое еще интересное, что это ее дочь. Работает в этой школе учительница и даже преподает несколько предметов у этой труши, у Артура в классе. И они видят друг друга. Каждый день практически они видят друг друга. У нас школа маленькая и не общаются. А внуки какие там красивые, симпатичные. Одна девочка уже взрослая, такая милая, тоже умница. Мы с ней часто тоже общаемся, когда идем вместе со школой, она к нам примыкает, и мы болтаем. Другая внучка просто ангелочка, совсем маленькая. Так что еще и муж нормальный. То есть это не то, чтобы она там без согласия родителей вышла бы замуж за какого-то алкоголика и жила бы где-нибудь там в трущобах. Так нет, это такая нормальная, обеспеченная семья. Вот это тут, кстати, ее муж попадал в мои видео. Он Артуру преподавал верховую езду. Он такой красивый, накачанный, работящий. Лошади, которых он сдает в аренду. Сама ее дочь, учительница, такая очень уважаемая семья. Живут, можно сказать, по соседству и не общаются на протяжении долгих лет. На праздник, дни рождения, никто никого не поздравляет, не ходит в гости. Ну вот почему? Мне как-то вот не понять, ну откуда такая упрямость. Ребята, вот поделилась с вами такой интересной историей, которая меня очень сильно впечатлила, можно сказать, даже шокировала. Вот напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли какие-то такие вот случаи вам известны. Отличное времяпрепровождение. Смотрите, мужички сидят наши и щелкают семечки, которые нам прислала наша зрительница. Вкусно, да? Тесто? Хусейн, you like it? Very like. Всем нравится. Но Насим уже пробовал. У меня есть старое видео. Кажется, что это видео я снимала в прошлой жизни. И, кстати, ему понравились. Сейчас он уже меня просит каждый раз, когда я приезжаю. А семечки-то привезла. Попробуй, попробуй. Попробуй. Похоже, Калим не понимает, как их есть. Молодой еще. I sit. Пестя? You like it? You like it? Before you eat it's first time. Я спрашиваю, первый раз он ест эти семечки? Вот, Насим понимает, что это санфлауэр подсолнух. Так на английском звучит. Но у них в основном и семечек готовят только масло. Ну, на сегодня хватит. Похоже, ребята утомились после съемки. Они еще не привыкли к этому. Bye, bye. Пока-пока. Ну, посмотрите, какой довольный у Мешбай. Видео, видео. Если вы сейчас сделаете видео, то они чувствуются. Парам говорит, что стесняются. И ты? Ты лайк? Очень лайк. Окей. Очень лайк. Очень лайк. Очень лайк. Так, а сейчас, внимание, первый раз в жизни индийцы пробуют тыквенные семечки. И вот, смотрите, нашему хозяину отеля, боссу, очень понравились. Так, а остальным ребятам? Шикумар. Главный наш ценитель. Гурман. Очень лайк. Насим Джон Лейк. Ну, я вижу, что им действительно нравится. Только, вот видите, у Мешбай не знает. Не знает, как открывать. Говорит, сложно. А, вы видите, ребята, у Мешбай не понравились. Тыквенные семечки ему не понравились. Только подсолнечниковые. И еще, он говорит, так сложно чистить. Невозможно. Говорит, еще ладно, если бы кто-то мне еще чистил и в рот закладывал. А кто как чистит семечки? Я тоже руками чищу, ногтями. А многие зубами умеют ловко это делать. Ну, я, в принципе, умею, но не чищу зубами, потому что зубы жалко. Вот, смотрите, как шикумар. Шикумар уже и зубками помогает, как белочка точит. Насиму вообще не понравились тыквенные семечки. Вы видите, сидит, давится на камеру. Я же не заставляю. А мне, наоборот, интересно, чтобы вы правдивую реакцию показывали. Они из вежливости только говорили, что как вкусно, как вкусно. Только что Насим говорит, баби, баби, дай ее лучше попробовать нам в шоколадке. Они знают, что там еще в посылке были шоколадки. Говорит, что ты нас семечками тут угощаешь. Вот, ну, я угощу. Окей, окей, wait. Вот, ребята, я хотела у Барама спросить. Барам, did you see this sunflower? I see, but not much in India. Some very rare. В общем, ребята выращивают подсолнухи в Индии, но такие частники. Ну, так не массово, как в наших странах. Семечки из тыквенной, говорит. Некоторые деревенские женщины едят, но очень-очень редко. Ну, а сейчас я постараюсь изменить вкус во рту у Насима. Ему не понравились эти семечки. Надеюсь, что вот это вот блюдо он оценит. Это киселек с зефиркой. А ну-ка, Насим, попробуй. И не нравится. Ну-ка, ну-ка. Зрительницы за подарки. Мы все получили огромное удовольствие. И наша семья, и наши мальчики. Спасибо большое от души. Мама вам забыла показать еще самое важное. Наша зовут ее Аврора. Мне очень она нравится и очень хорошая. Спасибо за подарки, наша зрительница. С вами были Наташа и Артур. Папа. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok